Члены комиссии покинули здание через задний выход. Пожалуйста, успокоимся. Михаил Владимирович отвечает за стену. Михаил Владимирович, люди стоят спокойно, они ничего не трогают, стены не пасть. Мы сделали замечание, сказали, не шумей. Всех кандидатов снимайте, нет честных выборов вообще здесь. Вызываете полицию? Почему вызываете полицию? Небольший комментарий. Я не могу удалить. Люди не нарушают ничего, они находятся в помещении. Но вы их привлечете? Нет, люди пришли сами, они заинтересованы в том, что происходит, как в прошлый раз. В том, в нарушении, а я сейчас скажу, вы посмотрите, что у вас творится. Одни поддельные подписи. Прекрасно. Я понимаю, как это пикет? Нет, это не пикет и не митры. Это заседание избирательной комиссии, которые кричат. Они не кричат, они выходили, просто встают и разговаривают. Прекрасно. Здесь снимают последнего оппозиционного независимого кандидата с выборов в Госдуму. То есть не сказать, чтобы город никогда не видел, как снимали кандидатов. К этому они привычны с 2015 года, когда здесь шла еще компания Парнаса, Илья Яшина и так далее. Но город никогда не видел, чтобы кандидат собирал подписи и собрал их, страшно сказать, 32 тысячи. Я напомню, что в Москве, скажем, Роман Генеман собрал около 23 тысячи подписей. Здесь, нота бена, еще раз, 32. И вот со всеми этими 32 тысячами подписей кандидаты Михаила Долматова сейчас берут и снимают. То есть что получается? На этих выборах в Госдуму, именно от Костромской области, идет, так сказать, рекордсмен с этим гигантским количеством подписей. И одновременно этого же рекордсмена берут и снимают. Вчера сняли еще одного независимого кандидата, Владимира Михайлова, а сегодня, собственно, Михаила Долматова. Что происходит? Вы же видите прекрасно, да? Я независимый кандидат. Подал документы. У нас есть огромное количество возражений. Люди, когда увидели на предварительной рабочей группе то безобразие, которое творится, непосредственно пришли, чтобы зафиксировать и зафиксировать непосредственно ту историю, почему их подписи были недействительны. Мы стояли в прошлый раз на экране, показывая данные. И люди, которые стояли, говорили, это моя подпись. А на экране ее признавали как недействительную. Когда мы взяли заседание работы экспертной группы экспертов-криминалистов УВД Костромской области, то сначала у нас вызвало подозрение сроки проведения экспертизы. Сроки проведения экспертизы были один день на более 17 тысяч подписей. Один день. Всем специалистам. Мы посчитали, сколько времени потребуется на обработку каждой подписи. Ну, несложно математически. При 10-часовом рабочем дне, не выходя ни на чай, ни кофе, но по другим делам, не отдыхая, хотя по регламенту у Барабанова предусмотрено после полуторачасового рабочего, после полуторачасовой работы перерыв, обязательный чай прямо в регламенте 36-й статьи внутреннего распоряжения. Чай должен быть постоянно. Люди работали 10 часов, не поднимая головы, а тратили на строчку 15 секунд и выявили около 2000 подписей недействительными. Как это возможно? То есть мы обратили внимание, как могут 7 человек проверить тот массив информации огромной, который мы принесли в коробку всего за один рабочий день. Сразу было понятно, что что-то не так. Я вам сейчас покажу подписные листы, я сейчас и комиссии их продемонстрирую, какие явные ошибки и какое вообще несусветицу они начинали нам показывать. Вот давайте я приготовил материалы для того, чтобы вам детально показать. Вот смотрите, существует подписной лист, который утвержден федеральным законом, который есть у всех кандидатов, которые идут на выборы с самовыдвиженцами. Мы все видим, да? Давайте с вами вместе проведем увлекательное занятие. Посчитаем, сколько в нем строчек. Давайте считать. Раз. Подождите, не перебивайте, это фокус. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все видите пять строчек? Да. Все согласны? Пять строчек, да? Внимание. Фокус. Фокус избиркома. Внимание, да? Пять строчек. Я отложу. Пять строчек. Запомним. И смотрим ведомость проверки подписных листов номер 10, которые предоставили кириминалисты. Запомнили. Пять строчек было здесь. Что мы видим? А кто здесь работает? Я вижу здесь большого шоу господина кандидата. Михаил Владимирович, мы вам давали слово. Дайте я скажу. Вы тоже посмотрите. А вы идите, пожалуйста, и дай вайте интервью. Я могу находиться здесь. Перерыв объявлено. По каким регламентам мне нельзя здесь разговаривать? Я могу находиться в здании избиркома. Потому что вы сами уходите, приходите. Я даже не знаю, что делать. Что теперь неправильно? Мне и говорить нельзя, и дышать нельзя. Давайте, друзья, мы продолжим интересную историю. Смотрите. Было пять строчек. Запомнили все. Смотрим ведомость проверки номер 10 подписных листов. Мы заранее сделали. Вчера копии всех. Смотрим. Значит, сколько ошибок. Значит, их всех пять строчек признали недействительными на основании соответствия паспортных данных. Смотрим, сколько нарушений в пятой строчке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь нарушений, семь подписей признаны недействительно. Хотя их там максимально может быть только пять. То есть из пяти действительных подписей, которые были на листке, семь комиссия признает недействительными. Это вообще... Я вообще, я вообще в шоке. Как вообще такое может быть? Что там, Куперфильт, наверное, курит там в коридоре от отчаяния. Как избирательных... Пять подписей всего может быть. Почему их семь-то недействительных? Узрайный коллеги. Вы разрешите избирательную работу продолжить, нет? Да. Вы что, ходили только в шестерану, но вон. Двадцать минут переговорили. Спасибо большое. Вас просто позже. Сейчас мы продолжим. Тут еще есть еще интересное новое. Я вообще думаю, что эта ситуация должна войти в историю избирательной кампании федеральной. Из пяти подписей... Из пяти действительных строчек забраковали семь недействительных. Такого быть просто не может. Николай Ильич, разрешите мне сказать, раз я говорю и выговорил, и может быть, члены избирательной комиссии перед тем, как начать проверку, послушают. Я еще ничего не начинал разговаривать. Избирком оккупировали здесь, да? Мы не оккупировали, мы окружили любовью, заботой и вниманием. Мы очень деликатно, очень осторожно доводим до нас мысль, что мы люди, обыкновенные люди, которые пришли сюда и собираем подпись, и хотим просто такого же человеческого участия. Так, по попросу, подпись в избирательной комиссии не собирают. Подписи в избирательной комиссии не собирают, хотя можно было и собирать. Нет таких мест, где ему нельзя было собирать подписи. Ну, кроме... Ну, может, люди пришли в избирком, не члены избирательной комиссии, не членом совещательного голоса, они-то имеют такое же право поставить свою подпись. Запрещено закон. Запрещено закон у вас собирать? На рабочих местах. На рабочих местах. А здесь, с вашим сведением, если бы не знали, мы здесь работаем. Хорошо, но в коридоре это люди не работают. Допустим, они там в коридоре встали, нельзя у них подпись собрать? Можно. Продолжайте. Давайте, Михаил Владимирович. Вот так. Теперь эти подписи собирались. Большое спасибо для того, чтобы все прогрессивное человечество теперь в курсе ваших методов работает. Уже на коллеги, продолжаем. Нет, Михаил Владимирович, разрешите мне сказать. Мы же вам не мешали. Вы перед началом дали целую пресс-конференцию. А я хочу, чтобы вы сейчас пошли проверять наши замечания. Я приглашал этих журналистов. Они пришли сами. И я, не я приглашал этих журналистов, они пришли сами. Я повторю точностью ваши слова. Если вы реализовали свое право, дайте мне сказать. Вы сказали, чтобы вы... Вот у вас был перерыв. Давайте вот в перерыве послушайте то, что я говорю. Вот смотрите. Пять строчек я уже показал всем, да? А вы нашли на них семь замечаний. По семи строчкам у вас замечания. Хотя по спецном листе всего их пять. Понимаете? Что за фокус? Вот семь, видите? Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А всего пять действительных подписей. Вы нашли семь. Пропустите, пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Спасибо большое. Давайте с какой стороны? Да нет за что, я просто не видел. Нам нужно продолжить работу. Нет, нет, нет. Давайте, это мои документы. Нам нужно решили продолжить работу. Да, я скажу еще немного. Смотрите. Давайте дальше двигаться. Давайте посмотрим дальше. Вот у нас есть, например... Вот посмотрите, пожалуйста. Я вам говорю реальные вещи. Мы сделали копии, копии листов, которые сдавали для перестраховки. И вдруг в папке 34, лист 100... Михаил Владимирович, послушайте, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Михаил Владимирович, разрешите мне взять слово. Михаил Владимирович, давайте... Предоставьте, пожалуйста, мне слово и послушайте меня, пожалуйста. Я предлагаю, что нас следует за слушать, подчеркнули. Михаил Владимирович, когда вы мне предоставите слово, давайте мы идем двигаться конструктивно. Не нарушать ни ваше, ни наше право. Вы хорошо сказали. Подчеркнули. Вы пропустите, пожалуйста, к столу. Вы реализовали свое право. Вы сказали журналистам, вы сказали всем. Почему вы не даете говорить? Да вы говорите так, пожалуйста. Я для вас говорю. Михаил Михайлович, вы представили нам возражения. Сейчас я вам повестю. Уважаемые, у вас будет время. Мы их прочитали и хотим сейчас между собой их обсудить. А можно я скажу перед тем, как вы хотите обсудить, буквально несколько акцентов сделать? Разрешите мне? Две минуты. Можно мы хотя бы сначала определить собьем? Михаил Владимирович, вы выступали, вас никто не перебивал. Вы все рассказали, анекдоты, песни, пляски. Полномочий ваш, пожалуйста, появитесь. Мы являемся лепутатчем. Михаил Владимирович, давайте со мной мы поговорим. За мной стоит 30 тысяч избирателей. Это криминалисты, которые наняты на проведение работы. Рассматриваю ваше возражение. Вы мешаете нам работать. Я не мешаю вам работать. У вас был объявлен перерыв. Я в перерыв начал разговаривать, вы стали меня выгонять куда-то. В коридор разговаривали. Ну давайте, давайте работать конструктивно. В перерыве-то мне можно разговаривать или нет? Сейчас люди ответят на наш вопрос, а потом вы будете докладывать. Давайте. Уважаемые коллеги ответят, и я вам доложу по всем вопросам. Вам вопрос понятен? Вы возражение видим, мы читали. Да, это все понятно. Может быть, вы в лицо-то не будете камеры свои тыкать? Так я не тыкую, в смысле, где я тыкую? Отойдите, пожалуйста, коллеги. Имейте совесть. У вас есть права, у нас они тоже есть. Или вы полагаете, что члены в притком не люди, что ли? За ними люди стоят, а мы не люди по-вашему, да? Будьте добры, обеспечьте нам возможность работать. Мы там стояли все. Обеспечьте нам возможность. Оно может быть обжалованное. Давайте, мы с вами не первый год работаем. Разрешите нам возможность сказать, почему вы боитесь? Уважаемые коллеги, вы сами мне предлагали сесть сюда. Задите немножко, сядьте, пожалуйста, дайте мне... Так был перерыв. Только он закончился перерыв, понимаете? Я не успел рассказать вам. Так это ваша проблема, что вы не успели. Почему вы наши проблемы-то? Вы не хотите слушать? Успейте сказать, в свою очередь. Какая у меня очередь? У вас? Я никуда не запитывал. Вот вы уходите, приходите. Убейте, пожалуйста, с рабочего стола. Я уберу, это мои документы, они естественно не будут. Уважаемые коллеги, ваши чешковедры, полномочия ваши, подняйте, пожалуйста. Митя Владимирович, мы являемся государственными, аттестованными, судебными экспертами в правом допуска на производство по черте юридической и технично-криминалистической экспертизе. Откуда это следует? Это следует из-за того, что мы являемся сотрудниками полиции и мы учимся в сайтах по производству подобных видов экспертис. Также мы были... Возможно ли этим познакомиться? Возможно. Возможно, через какое-то время, безусловно, возможно. Мы были направлены в нашу работу по решению. Очень хорошо. Необходим документ, чтобы мы обозрели и универли уважаемого коллега. Тогда нужно время. Прекрасно. У нас автотранспорт есть? Есть. Прекрасно. Значит, будьте добры, проследующий, и представьте нам подвиг и подвиг для обозрения. Хорошо. Будьте добры. Вот видите, все очень просто и быстро разрешилось. Люди сейчас пойдут предъявлять нам полномочия, а господин кандидат сможет выступить. Ну что, что здесь плохого, скажите? Все очень хорошо. Я готов выступать. А я хочу, чтобы вы меня слушали. Отпустили людей. Время сэкономили. Что-то не так. Коллеги журналистов, что-то не так. Отпустили людей. Экономия время. Человек продолжает выступать. Ради Бога. Можно продолжать, да? Вот видите. Очень хорошо. Так бы еще получилось в жизни. Хорошо бы было загляденье. Вы знаете, я иду на эти выборы как независимый, одномандатный, беспартийный кандидат. Я, наверное, последний из самовыдвиженцев, которые идут на эти выборы. Остальные уже срезали, другие, видимо, были технические. За 20 дней мы собрали, уважаемые журналисты, рекордное количество подписей. Сот? Нет. Это не пресс-конференция. Да нет, нет. Вы не продолжайте. Вот есть журналисты, они вас записывают. Мы же вам не мешаем. Я и для вас. Михаил Владимирович, я слушал. А я обратился, уважаемые члены избирательной комиссии, уважаемые председатели. Вы представили нам возражение. Да. Я хочу... Посмотрите, вот, Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, я хочу сказать, за нашей позиции... Послушайте, господин Далматов, он очень интересно предлагает. А те, кто хочет... Давайте послушайте меня, пожалуйста. Это для вас. Для вас, чтобы вы шли смотреть наши подписи и принимаете решение по той экспертизе. Вы бы хоть понимали, о чем там написано. Я думаю, что вам, конечно, неинтересно, стучно, и вас в выходной день вызвали. Это, конечно, для вас нагрузка. А для нашей жизни это работа, это 30 тысяч людей, которые за нами стоят. Давайте вот так вот не распускать за ним. Член рабочей группы, кто то, чтобы обвелить перерыв до того времени, которое я обозначил. Кто запрошу, кто то знает. Кто не попался, кто то не горю, кто хочет, может слушать дальше. Да, мало кого есть необходимости, идите там по своим вопросам, запрошу. Что вообще происходит? Ну, прекратите объявлять перерывы. Послушайте то, что я хочу сказать. Почему вы даже услышать-то меня не хотите? Не то, что послушать, услышать. Даже член центральной избирательной комиссии не может нам диктовать, когда объявлять перерывы, а когда этот перерыв заканчивает. Это определяется нашим внутренним регламентом, голосованием, уважаемых членов областной избирательной комиссии. Что происходит? Ну что, я без комментариев. Снова уход. Я даже не понимаю. Нет, вы продолжайте. Вы знаете, я должен откомментировать то, что происходит. Может быть, вы скажете? Пожалуйста, пожалуйста. Почему мы тут все ходим, выходим, бегаем, стращаем полиция, подоконники, уходим от существа вопроса. Эти вопросы, выборы высшего органа государственной власти. Законательно. И почему так происходит? Почему какая-то беготня, суета? Вы как будто что-то там стащили и бегаете туда-сюда. Для чего это нужно? Давайте я продолжу тогда. Я может расположусь на столике, чтобы потом было видно. Значит, 5 подписей выходят, 5 строчек. Таких грубейших нарушений много. То есть на 5 строчках, на 5 действительных строчках, 5 действительных подписей, признали 7 действительных по основанию, по основе неизвестному. То, что 7, их не должно быть. Дальше. Вот есть. Я сочетаю с листа, чтобы не шли, если кто-то мне подготовил специалист. Значит, еще один пример. У меня вот так копия ведомости проверки подписных листов. Папка номер 33, лист номер 10, строка 5. Это строка признана недостоверной. Строка 5, вот она написана. 34, 100. Строка 100 признана. Лист 100. Строка. Сейчас. Лист номер 100. Строка 5 признана недостоверной. Вот мы берем на листе 100 недостоверной по поддельным паспортным данным. Мы берем подписной лист и смотрим. Строка 5 признана недостоверной. Понимаете? Строка 5 признана недостоверной. Смотрите персональные данные людей, если что. Строка 5 признана недостоверной. Мы закрасим это. Строка 5 признана недостоверной. Я взял технические строка 5 признаний достоверных. Где вы видите данные, которые написаны? Их нет. На основании чего делают выводы? Вы знаете, есть пословица, для того, чтобы понять, что молоко кисло, не нужно пить весь кувшин. Вот с такими данными избирательная комиссия решает провести решение по законности или незаконности того экспертного заключения. Тут лукавство в том, что экспертное заключение не делает однозначный вывод о законности подписей. Решение о допуске и законности подписей принимает именно избирательная комиссия. Что вам сказать? Вот последнее высказание Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. Он сказал, что наша общая ответственность провести избирательную кампанию, цитирую специально, наша общая ответственность провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывало сомнений легитимности ее итогов. Наша общая задача, чтобы выборы проходили чисто и честно и прозрачно открыто, в строгом соответствии с законом. Чтобы была острая конкуренция, выражалась в цивилизованной форме. Я вот согласен с этой позицией. Да, острая конкуренция выражалась в цивилизованной форме. И то, что мы хотим сделать, это показать, что то позорище, которое устраивает избирательную кампанию, принимая данную экспертизу за основу, с такими, не то что ляпами, безобразными ошибками, безобразными несоответствиями, что им должно быть стыдно просто, стыдно. Я знаю людей, находящихся здесь очень давно. Мы проходили не одну избирательную кампанию. Я был депутатом города Костромы, областной думы, с барабаном мы знакомы давно и провели не одну. Но как человек после, видя все эти замечания, их огромное количество, которые мы предоставили, как он будет смотреть в глаза своим избирателям, своим людям, с которыми ему предстоит еще на улицах города сталкиваться, он не только в помещении работает. Я говорю не за себя, я говорю за тех людей, которые поставили подпись в мою поддержку. Поэтому в любом случае, как не закончится сегодняшнее мероприятие, сегодняшняя вакханалия, экзекуция, как угодно вы это назовите, с этими перебежками, забежками, перерывами какими-то неочередными, я даже не знаю, что происходит, нет рабочего графика, нет рабочей обстановки. То, что здесь происходит, в любом случае будет обжаловано. Потому что просто необходимо это сделать. Я, конечно, привык к тому, что меня оскорбляют, как-то называют, как-то не считаются с моим мнением. Я знал, на что я говорю. Но почему от этого должны страдать мои избиратели? Их 30 тысяч человек, они высказали свою поддержку. Они хотят видеть на выборах независимого, без партийного кандидата. Потому что большинство это население, беспартийное, они хотят видеть своего человека, который не принадлежит ни одной партии и может доносить их интерес. На этом все. А скажите, пожалуйста, сегодня уже не рождал звучало, цирк, шоу. Вы сказали, что вы не первый раз в этих стенах подобного было? Нет, эти стены подобного не видели. Ну, надо сказать, что областной дверком немножко переехал недавно в это помещение. Нет, конечно. Я думаю, что подобной истории еще не было. Беспрецедентно такое количество людей приходит поддержать. Историю активно реагируют на те замечания, активно смотрят и подтверждают подписи. Вчера, в выходной день, пришли к нотариусу, заверять свои подписи и доказывать, что это именно они поставили подпись своей рукой в данном подписном листе. А вот скажите, к сожалению, мы-то этих людей не видели. Вот скажите, как они сами реагировали на то, что вот им звонили и говорили, да, что ваша подпись признана недействительной. Люди возмущаются? Конечно, возмущаются. Они, во-первых, не понимают, почему это будет принято. А во-вторых, они приходят сюда и пишут мне личку, мы придем поддерживать, мы придем покажем, мы придем распишемся. Я говорю, нет, есть форма установлена. Нотариус, пожалуйста, все неравнодушные граждане, все неравнодушные избиратели, кто хочет доказать то, что его подпись настоящая, а не то, что решили судебные эксперты-криминалисты без написания званий, должности и времени работы данной специальности. И работая над огромным трудом, который мы принесли в всего один рабочий день, они хотят зарубить эти подписи. Мы говорим, приходите к нотариусу, делайте нотариальные документы и предоставляйте уже сюда, к нам, подбертом, в воскресенье, к двум часам эти документы, для того, чтобы единственный нотариально заверенный документ является основанием показать, что это его подпись. С должностью мы, рано или поздно, каждый, какое бы кресло ни было, теплое, мягкое и большое, рано или поздно ты с ним расстанешься. А человекам желательно остаться до конца дней. Вот я из этого и исхожу. То, что мы вчера отказали господину Михайлову в регистрации, ну вот, справку рабочей группы мы не публичили, потому как законодательство не предполагает ее передачу, потому как это не тот документ, который можно обжаловать в суде, обжаловаться право и ад государственного органа, здесь постановление. Ну, там есть некие юридические значимые слова, то есть основание отказа по первому пункту, который, как я понимаю, всех вас интересует. Почерковеды что-то определили, и вы приняли некое решение на этом основании. Хотя есть определенные, как мы все знаем, методические рекомендации Центральной избирательной комиссии, которая говорит, что если в цепочке есть, допустим, пять, четыре забери, одну оставь. Так, да? Мы поступили вчера. Не так. Мы забрали, скажем, условно, да, все пять. Почему мы так поступили? Это я, ну, просто буквально прочитаю текст, буквально строчек семь или восемь, это много времени не займет. Ну, походу, я в социальных сетях не присутствую ни в каком качестве, по принципиальным соображениям. И мой телефон, вот, я пользуюсь вот, 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 вот этот мой телефон. Кнопочный. Кнопочный телефон, вот, я другим ничем не пользуюсь. Вот этот мой телефон. А если не секрет, в чем в принципе заключается? А, ну, вы же знаете, если пользуетесь вот таким гаджетом, значит, вы знаете, почему, да? Нет, не знаю, это же ваше мнение узнать. То есть, я пользуюсь, мне все нравится. Нет, мне тоже все нравится, да? Кроме того, что там может покопаться любой желающий. А вот чтобы покопаться здесь, надо затратить чуть больше усилий. Вот сейчас вся сказка. Вы опасаетесь, что ли? Нет, я не опасаюсь. Вам есть что скрывать? Нет, нет, если бы мне было что скрывать, я бы не был столь открытым. Вот этого бы сейчас не было. Я больше с вами, вот, в режиме вопрос-ответа работать не хочу. Потому что вы не готовы к интервьюированию меня. Вы звезда, я понял. Надо быть подготовленным к встрече со звездой. Ну, если хотите, то, наверное, так. Отказать регистрации кандидатов и депутатов, государств и думы, федерального собрания в сихте федерации, 8-го созыва по домодавцам-избирательному округу, Костромская область, Костромская домодавцовая округа 7, Долматова Михаила Михайловича, выдвинутого в порядке самодвижения, 14 августа 2021 года. Время ставим? 21.03. 21.03. Какое неожиданное решение. Направить копию настоящего постановления Долматова Михаила Михайловича. Направить копию настоящего постановления в Центральный избирательный комиссии, сформированные на территории Костромской области. Опубликовать настоящие постановления в сетевом издании портала государства Костромской области с доменом именем сайта информационной телекоммуникационной сети интернет адресом 4.ру и разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в информационной телекоммуникационной сети интернет. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Костромской области Раджукова Елена Юлина. Подседатель секретаря, уважаемые коллеги и послушные докладчики. Я уже вас спрашивал, вопросов нет, в любом случае предлагаю пристиг голосовать. Уважаемые коллеги, кто за принятие данного проекта обсуждался вас? Кто? Да. Виногласно принесли. Это у нас, уважаемые коллеги, поиска ДНС Черклана, какие-нибудь замечания, замечания, поведения, объявления, прошу. Есть замечания, объявления, спасибо за работу, уважаемые коллеги, заседание закрыто и до встречи. Небеда, попросим остаться для получения после восстановления. Там пришла избиратель, беременная девушка, стояла вас, ждала у дверей. Полиция ее не пропустила, хотела показать, продемонстрировать свою добрую волю, реальную руку в подписании. Но, я так понимаю, Остап Бендер не знал в жалости ни в беденник, ни в беременную женщину, ни в подпольном советском миллионере. Что меня поразило в поведении председателя избирательной комиссии? То, что он соблюдает видимость, законность и так далее, это все да, это все так, потому что процедуры есть, он обязан это выполнять, обязан выполнять требования закона, но при этом он немного, я не скажу, что хитрит, но лукавит он немножко, как бы уходит в сторону. Если вы помните, началось у нас все с того, что якобы он объявил, что якобы мы поставили под вопрос, компетенцию, компетентность вот этих экспертов-криминалистов, которые делали экспертизу. Да, мы ставили под такие вопросы о том, что действительно мы сомневаемся в их уровне профессионализма, в их компетентности, в том, что они обоснованно и правильно делали экспертизу, но честно скажу, мы в своих документах, в своих возражениях, которые мы давали, мы не ставили вопрос о том, что покажите нам эти дипломы, покажите, что они обладают определенными познаниями и так далее. мы строили наши сомнения в их компетентности совершенно на других основаниях. И вот здесь вот комиссия, ну, председатель комиссии в частности, он немножко, что называется, съехал с темы, он это говорит о другом. А можете ли вы, вот это самые уважаемые эксперты, представить свои документы о своем профессиональном образовании, чтобы мы все убедились, что у вас есть определенные вот эти специфические познания в этой сфере деятельности? На самом деле мы ставили под вопрос их профессионализм. Не из-за того, что там есть у них какие-то дипломы или нет дипломов. Дипломы нам, кстати, так и не показали, но это другой вопрос, это тоже отдельная тема. Дело в том, что в заключении, которое они выдали в своем, они ссылаются, что вот эти уважаемые эксперты, которые проводят это заключение, у них есть определенная специальность, вот, и дают шифры этой специальности, определенный код на цифровой, и расшифровку дальше этой специальности. Мы не поленились, мы проверили. Во всех нормативных актах МВД есть расшифровка вот этих вот специальностей, по которым проходит экспертное исследование, вот, и под теми номерами, которые указаны там, в частности, номер 22.1 и 18.1, указаны несколько другие специальности. Ну, то есть, ребят, вот вы сами создавляете документ, сами пишете о том, что вы владеете специальными, там, познаниями, как бы, вот, и вы пишете другое название. То есть, не такое, как это указано в документах, не такое, как это существует в различных инструкциях и так далее. Вот, как барабаном говорю, ну, что вот, если сам избиратель не знает, как, допустим, пишется у него адрес, там, ну, это, ну, смех. Вы знаете, а когда эксперт, профессиональный человек, не может правильно указать свою профессию, свою специальность, по которой он делает заключение, так как это указано в нормативных документах, которые регламентируют этот вид деятельности, вот, это и сразу вызывает сомнения в компетентности этого человека. Вот, ну, и дальше масса других моментов, которые тоже мы изложили в наших документах во всех. Ну, вот, нам даже не дали возможности их озвучить. Вот, плюс еще такие интересные моменты, когда, условно говоря, у нас есть два заключения. Одно такое очень-очень большое. От 10-го числа, вот, Михаил говорил о том, что вот, как это так, они успели все проверить все 17 тысяч подписей за, вот, один день, что там, за одну подпись 15 секунд, как бы, да, это вот, ну, каждый может сам примерно определить, как это возможно или невозможно. Вот, и есть еще второе заключение, которое нам дали, которое датируется следующим днем. Если первое заключение 10-го числа, то второе 11-го числа. Вот, там небольшой объем, там всего буквально вот там две странички, на которых, вот, ну, правда, убористым текстом тоже написаны еще дополнительные недостатки, которые нам потом предъявили, и на которых тоже еще часть подписи признавали недействительными. Вот. Самое интересное, вот какой момент. Есть один подписной лист, значит, на котором одну подпись в строке 3, признали недействительной на основании, вот, того, что там, опять же таки, подпись сделала не тем человеком, там фамилия, имя, отчество сделала не тем человеком, и так далее, вот, она признана вот этой вот большой экспертизой, большим заключением от 10-го числа. Вот, во втором заключении, которое на следующий день сделано, в том и самом листе, под тем же самым основанием, признана следующая подпись на четвертой строке. И вот вопрос, ребят, если вы делали исследование, если вы смотрели эти подписи, и если там один и тот же недостаток вот в соседних вот строчках, почему вы сразу его не заметили? Вот. Или вы не понимаете, не видите этого, ну, вот, ну, сложно, если вы действительно смотрели, один лист и нашли на нем какой-то недостаток, если точно такой же недостаток, вы не заметили. Следующей строчке, вот, о чем говорит, это может говорить либо о непрофессионализме вот этих вот экспертов, с одной стороны, либо, может быть, говорит о том, что, ну, вот, взяли и набрали определенное количество недостатков, а потом подумали, а давайте мы еще наберем на следующий день еще какое-то вот количество еще подписей и дополнительных выяснений действительно. И вот-вот-вот, как вот этот лист второй попал вот под такую раздачу. То есть это тоже подтверждает вот определенный характер работы этих экспертов, потому что мы направлены именно на то, чтобы даже, может быть, адекватные нормальные подписи просто-напросто признавать недействительно. И мы все понимаем, что фактически вот такие заключения эксперта потом очень-очень сложно осправливать, потому что они говорят, что вот это подпись действительно-недействительно, и все, подписываются под этим, и все. То есть здесь нет такого исследования, которое можно проверить, определить там какие-то недостатки, недочеты по определенной методике, которые есть действительно у экспертных учреждений. Ну вот. Но потом оспорить, проверить это независимыми экспертами, которые могут подтвердить или опровергнуть эти выводы, невозможно, потому что самих этих исследований, грубо говоря, самих критериев, по которым проходит исследование, нет. Самого исследования, описания вот этих нет. Потому что если проводится в обычном судебном порядке описание подписи какой-то гибель суда, вот там определенный наклон, определенные графические признаки письма, определенный уровень нажима, определенные засечки, почерк там такой, тихой и так далее. То есть это идет топографическое описание вот этого письменного исполнения текста. В этом ничего этого нет, в этом просто говорится, что возможно вот эти две подписи являются недействительными. Окей, хорошо, да, возможно вот эти две подписи сделаны одним лицом. Хорошо, опять же таки это возможно, что вот эти две подписи сделаны одним лицом. Но во всех документах говорится о том, что вот если эти две подписи, ну по условному говоря, по заключению эксперта признаются недействительными, что невозможно сделаны одним лицом, хорошо, тогда одна подпись признается недействительным, одна остается действительной. Потому что естественно, как бы вот в этой цепочке, все-таки какая-то подпись, ну даже если признают, даже если посчитать, что вот это все было сделано, ну она живая подпись, там реального человека. И, собственно, и судебная практика идет, которая говорит о том, что в таких цепочках, если признается, что они, возможно, сделаны разными, одним лицом несколько подписей, то одна подпись все равно должна считаться действительно, что это подпись того избирателя. Мы тоже об этом говорили, тоже описывали. На что вам сразу сказали, что цепочки даже рассматривать не будем, мы не будем еще признавать и так далее. У нас только на этом 338 подписей на таких цепочках, что, извините, если вы все остальное признаете, хотя бы одну подпись из этого оставите действительно. То есть вот таких вот подписей, которые по одной должна оставаться реальной, 338. Их тоже просто-напросто оставили без внимания. Ну и масса-масса другого. То есть если какие-то вопросы есть, я готов ответить, а дальше уже Михаил Михайлович уже расскажет свое видение всего этого процесса, поскольку он глобально всю картину представляет. И вот живет этой ситуацией и готов и поделится. Основные претензии какие были? То есть по каким причинам были срезаны подписи? Ну вот одним избирателем якобы подписаны? Одним лицом. Большинство говорилось о том, что даты сделаны одним лицом, подписи выполнены одним лицом. Еще один момент, кстати, о котором я не сказал, но мы тоже это заявляли в наших возражениях, о том, что в заключении указано, что вот перед нами были поставлены вопросы. И, значит, там тоже ряд вопросов, 8 вопросов, где говорится, что вот и сделаны ли подписи одним лицом, другим, третьим и так далее. То есть там вот эти все вопросы перечислены. И соответственно, эксперты должны отвечать на поставленные перед ней вопросы. Но при этом еще у нас было несколько строк, где они сказали «Техническая подделка подписи». Что это такое? Во-первых, технику расшифровки. Нет, опять же, критерий, по которым понять. Но самое интересное то, что среди тех вопросов, которые поставили перед экспертом, не было вопроса о том, что определять, есть ли технические средства подделки подписи, какие-то там другие технические недостатки, или вот, ну, вообще-то еще иные признаки подделки подписи. Такого вопроса не было. То есть в этом случае эксперты вышли за пределы тех вопросов, которые перед ними поставили. Мы тоже это указали в наших возражениях. Тоже ноль эмоций. Ну, возвращаясь к вашим вопросам, ответам. Дело в том, что основные, вот, были претензии в том, что большинство подписей, либо сделанные на вишнам, даты сделаны одной рукой, подписи сделаны одной рукой, вот, допустим, на нескольких страницах, там, или на одном листе, или там, на одном листе, на двух разных листах и так далее. То есть в основном это все сводится именно к тому. Ну, вот, есть некоторые замечания несколько по поводу того, что где они говорили, что фамилии, имя, отчество и подпись, и даты сделаны там разными лицами, как бы, вот, тоже такое есть. Вот, и на самом деле, то есть после заключения экспертов фактически, ну, можно было как бы останавливаться, потому что, а все остальные недостатки уже не имели значения. То есть они заключением экспертов перебили уже такое количество, что там уже на регистрацию, как бы, и фактически не хватало. Спасибо.